36 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа. 26 апреля 1986 года в результате взрыва на 4-м энергоблоке в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Из зоны поражения эвакуировали порядка 400 тысяч жителей. В ликвидации последствий принимали участие более 600 тысяч человек из всех союзных республик. Пожарные, военные, медики. Меня вызвали в Портком и сказали, что Портком прокуратуры Советского Союза тогда рекомендует вас, как прокурорского работника, отправиться в Чернобыль в составе группы совместной ЦК КПСС и прокуратуры для работы по уявлению причин и условий, происшедшей аварии на Чернобыльской АЭС. К этой дате на телеканале ОТВ стартует новый совместно с Одинцовским молодежным центром проект «Про Чернобыль». Участники Окружного союза ликвидаторов аварии на ЧАЭС поделятся со зрителями своими воспоминаниями о днях, которые они провели в зоне поражения. Кем работали до катастрофы, чем занимались на месте, что видели по дороге, чем были поражены. Меня поразила тишина. Нигде потом такое не слышал. Вот именно звенящая тишина. Ни птиц, ни шелеста, ни травы, ни листьев, ничего. Именно гробовая тишина, как говорят. Так что это были первые впечатления. В Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе в округе также пройдет митинг у мемориального камня участником ликвидации последствий аварии, установленного в сквере на улице маршала Неделина. А уже в субботу, 23 апреля, состоится второй ежегодный забег. В нем примут участие более ста человек. Юные футболисты, представители беговых сообществ Одинцовского округа и сами ликвидаторы. Такие же забеги впервые пройдут и в других городах Подмосковья.